На очередной сессии городского собрания депутаты рассмотрели больше 20 вопросов приватизации и аренда муниципального имущества и помещений, вопросы экономики и бюджета курорта, землепользования и застройки. Отдельно поговорили о мерах по сохранению в городе зеленых зон общего пользования. Своим решением депутаты для городских скверов создали так называемый парковый иммунитет. Такой получили 150 зеленых объектов. Теперь за администрацией города закреплено право на их бессрочное использование. То есть эти документы в дальнейшем очень затруднят или даже не позволят принять какие-либо меры, которые способны увести данные земельные участки в иной формат использования, в том числе под застройку или предоставление третьим лицам. Зашла речь и о генеральном плане развития курорта. Олимпиада прошла, город получил современную инфраструктуру. Теперь пришло время продумать дальнейшую перспективу развития Сочи. В том числе задуматься о мерах, которые позволят избежать повторения ошибок прошлого – точечной застройки центральных участков курорта. У нас город изменился, да, к Олимпиаде. Совершенно стал другим. Но он должен быть привлекательным. Он должен быть не жилым и спальными районами, которые сегодня стоят пустыми. На этих местах должны быть совершенно были другие здания, другие сооружения. Те, которые приносят доходы в бюджет, те, которые создают рабочие места. Я думаю, что будет или постановление, или другой нормативно-правой документ, который будет ограничивать строительство в городе Сочи, в особенности в центральном районе города Сочи, в Адлере и в Хосте. Как всегда, в числе основных вопросов повестки каждой сессии – это сфера ЖКХ. САХ, водоканал, теплоэнерго – в каждой из организаций есть масса вопросов. Они волнуют сочинцев, потому находятся на постоянном контроле народных избранников. Город не должен терять деньги из-за плохой организации работы этих компаний, подчеркнули депутаты. Мы решаем все стихийно, понимаете. У нас получилась проблема, мы увидели, начали решать. Так не должно быть нигде. Мы должны четко планировать и видеть эту проблематику, и, опережая эти вопросы, строить все планы на будущее. Мы тратим на данное предприятие, мною названное, миллиарды рублей. Эти миллиарды рублей должны пойти на совершенно другие направления. И у нас есть куда тратить. Это дорожная карта по детским садикам, это необходимо жилье, то есть все социальные программы, которые сегодня нужны городу. Поговорили на сессии и о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в сегодняшних непростых условиях экономики. В частности, снова зашла речь о ярмарках выходного дня. Решено четко продумать организацию их работы, дабы поддержать местных производителей. Также депутаты сообщили, что в первую очередь муниципальные здания города, в том числе школы, детские сады и больницы, в ближайшее время ждут проверки. Проверки в прямом смысле на прочность. Специальные комиссии обследуют конструкции зданий. Никто не хочет повторения истории с торговым центром в Казани. На следующую сессию депутаты соберутся уже в конце апреля.